Добрый вечер! Что имеется в виду, перейдем это на простой русский язык, как жить с Богом, как жить с самим собой, каждый из нас знает, как научиться жить с тем, кто сотворил нас, повелел нам, обязывает нас, кому мы должны в конечном итоге присоединиться, быть частью его. Ах, вот это тяжело, это требует пояснений, разъяснений. Мы находимся с вами в пятом разделе, в котором разбирается, что может нам помешать, что же нам мешает быть с Богом. Ответ, который тут есть, есть то, что называют дурное побуждение. Есть некая духовная субстанция, которая как контра существует в этом мире для того, чтобы дать нам возможность выбора, для того, чтобы подтолкнуть нас к борьбе, к тому, чтобы осуществить планы этого самого Творца. Пройти все испытания, называется Ецерара, дурное начало, генератор зла, тут его называют дурное побуждение. Так вот, вот это дурное побуждение, которое мы уже выясняли на нескольких занятиях, никогда не дремлет, никогда не устает. Вот, оно всего лишь меняет свою тактику. Вы ее победите, не страшно, значит, нужно найти другой подход. Потеряете поражение, еще лучше, значит, вообще прикончим до конца жизни. До конца жизни у нас есть борьба с нашим этим дурным побуждением. Так вот, дурное побуждение не дает нам посвятить наши дела Всевышнему. И у нее есть много форм в этом. То есть, есть мысли, которые посещают нас, которые исходят от дурного побуждения. И они будут мешать нам посвящать свои дела только Всевышнему. Он разделяет тут два вида. К первому из них относятся те, которые вносят сомнения в вещи истинные, ослабляют его веру до такой степени, что он уже не исполняет заповеди в законченной форме воима Бога. Это то, что мы посередине этого разбираем. Что софек, сомнения, сомнения. Вроде бы стало ясно, потом раз, стал сомневаться. И мы находимся посередине разбора этого, может быть, чтобы не запутаться, дальше не будем говорить. Но вот то, что касается вот этих сомнений в дела истинные, то есть в понимание истинной этого мира, это наша тема. Согласно ней, дурное побуждение, оно каждый раз вносит в суждение человека, в его понимание мира, каждый раз какое-то новое сомнение. Каждый раз. Цель ее какая-то очень простая. Увести человека от веры в Творца, от служения его. Сиди тихо, спокойно, ешь, пей, наслаждайся, завтра умрешь. А каким образом вообще это возможно? Представим себе, речь идет снова. Тут описывается процесс обратный для нас. Почему? Потому что книга написана для людей религиозно, как мы неоднократно говорили. Что может уже человека, который вырос в среде, где есть традиция, где есть еврейская жизнь, где человек учит Тору, что может его сбить с этого пути? Для нас был процесс обратный. О нем мы тоже, может быть, впоследствии скажем. Но вот, если мы выучим, что может нам помешать, что помешало им, тогда мы поймем, что может помешать нам. И чем дальше мы будем изучать, увидим, что особой разницы нет. Даже и для нас, когда мы уже, казалось бы, утвердились в своем понимании мира, это дурное побуждение, оно всего лишь затаится, оно всего лишь скажет нам, ну, смотри, если ты так уверен, то я подожду. Как известно, любая сила, она в этом мире со временем, она слабевает. Ну, вот как только я найду слабинку, я уже найду, как тебе сомнения вставить в твои мысли. Какие сомнения? Мы с вами начали, и вы увидите, что мы сейчас пройдемся по всем тем вопросам, которые принципиально могут нас действительно отревожить. То есть, ничего нового нет. Одно из удивительных вещей, которые есть, о том, что иногда приходит человек, у него вдруг идея, «А вот смотрите, а вот так…» В случае, до вас это уже этот вопрос спрашивали уже тысячи людей до вас. Смотрите, уже прошло с тех пор уже более 900 лет. Видите, тогда все это было актуально. А дальше будем очевидить, что нет ни одного вопроса, который эти люди с этим сомнением, пробужденным этим дурным началом, этим пробуждением дурным. Нет ни одного вопроса, который самые мудрецы себя не спрашивают. Вещи очевидны. Как Ецарара, он пытается пробудить в нас сомнения? Казалось бы, надо было начать слабовой атаки. Нет. Нет Бога. Нет-нет-нет, он с этого не начнет. Он начнет с какой-то, с чего в прошлый раз начали, помните? С вопроса о существовании души. А кто сказал, что есть душа? А может, души нет. А может, после смерти ничего не остается, и все вопросы связаны с этим, что мы разобрались в прошлом занятии. Только после того, как, может, мы дадим ему отпор, а мы отпор можем дать, мы объяснили это подробно, то тогда вопрос уже перешел, а кто сказал, что есть вообще творец в мире? Может быть, его нет. Вот, как сегодня говорят у нас. И снова мы этот вопрос разбирали. Естественно, что мы его разбирали только очень коротко, а более просторно. У нас было для этого посвящено все занятия. Вы, кто помнит, уже чуть ли не год прошел, может, даже больше, в первой части книги, там, где мы находимся с вами в вратах пятых, а это были врата первые, которые всецело были посвящены именно вопросу о реальности Творца и все вопросы, которые тут поднимаются. Там мы это подробнее разбирали. Так или иначе, мы с вами пришли к третьему сомнению, которое может пробудить у нас Яцарара. Дурное намерение, дурное побуждение. То есть, снова напомню, снова напомню, прежде чем мы начнем. Надо это каждый раз напоминать снова и снова и снова. Это дурное побуждение, оно имеет полную власть над нами. Надо знать. Она уж точно владеет нашим телом, заставляя его больше искать удовольствия в этой жизни, больше, чем надо для нашего тела. Оно больше развивает наши дурные склонности души нашей, человеческие качества наши, чем хорошее. Оно больше имеет силу в фантазиях, в воображении человека, чем его разуме. Это полный практически контроль над нами. Тем не менее, казалось бы, эта непобедимая сила говорит Робейну Бахе, ее можно победить. Как? Если есть много тьмы, то даже чуть-чуть света разгоняет тьму. То есть, в конечном итоге, так как дурное побеждение в целом строится на лжи, то чуть-чуть света, то есть чуть-чуть истины, оно может разогнать эту ложь. И на этой базе он сможет уже и победить и остальные части в своей душе. Выиграть этот бой, звание человека. Этот бой и есть суть нашей жизни. Война. То есть, нужно воевать. Мы говорим уже на каждом занятии, надеюсь, повторами и последующих, о том, что война за своим дурным началом – это основное занятие в этом мире. То, что, по крайней мере, должно быть. Человек должен все время воевать. С чем? Со своим дурным началом, со своим дурным побуждением. Не будет воевать за тем дурным побуждением, захочет жить с собой в мире, все равно будет воевать. Со всем миром вокруг. А если будет воевать с собой, то, наоборот, с миром вокруг будет жить в мире. Вообще, тогда вся жизнь его меняется. И это не только мир грядущий, не только выигрыш этой жизни. Но это просто совершенно другое качество жизни. Хорошо живется в такой жизни. Так вот, воевать надо. Воевать необходимо. И воюю тем, что, когда появляются вот эти сомнения, как мы сказали, вот первое сомнение, второе сомнение, сейчас переходим к третьему сомнению. Сила разума должна побеждать. Сомнения есть? Пожалуйста. Спрашивайте. Есть понятия, не знаю, как называются, вопросы, которые нельзя спрашивать. Есть какие-то... На иврите есть, это определенный... Запретный вопрос. Да, есть запретный вопрос. Надо знать, что в иудаизме нет запретных. Нет запретных вопросов. Не существует. Вообще не существует никаких. Спрашивать можно все. На иврите это более точно. Это... Есть вопросы... Вопросы отступников, я знаю, там, вероотступнические вопросы. Не знаю, как она называется. Так вот, таких вопросов нету. Есть ответы вероотступнические. А вопросов нет. Вопросов можно спрашивать какие угодно. Все вопросы, они легитимны. Столько время... Этичные? Не-не-не, вопросы там. Есть Бог, нет Бога. Все вопросы, которые связаны... Вот те, которые тот Ецарара. Вот это все, что мы понимаем. А может, нет души? Спрашивайте. Конечно, это очень легитимный вопрос. А где Бог? Я же его не вижу. Очень легитимно спрашивайте. Конечно, я спрашиваю. Поэтому все вопросы у нас легитимные. И дальше все, что будет, это дурно повреждения, спрашивать. Пожалуйста, спрашивайте. А нам же кому-то сказали, мы сами спрашиваем, потому что мы хотим знать истину. Ответы могут быть нелегитимны. А любой вопрос, он да, легитимный. Надо только это искать. Все надо прояснять. Человек должен прояснить. Помните, говорили на прошлом занятии о том, что истинная чува может быть построена только на истине. Не на увлечении образом жизни, не какими-то фантазиями принадлежности какой-то мафии непонятной еврейской, которая не... Не знаю, люди, что только... Я хочу вот такую семью, чтобы у меня была спокойная, какая-то законность. Значит, у них, по крайней мере, вот это нельзя, это можно, так это меня успокаивает. Как-то, знаете, хотя бы знаю, что да, что нет, не метаюсь. Или другие хотят с себя снять ответственность, там какой-то раб решает за них. Как люди только не приходят к еврейской жизни, каким только причинам. Все по-разному разуму. Спросите людей, особенно нашего брата, вообще непонятно почему. Я вам говорю, иногда просто случайно попали в место, где есть занятия, и просто уже стали приходить так, как давали туда кафе, булочку бесплатно, то через год просто привыкли и стали религиозными. А почему они стали, они так и до сих пор, прошло 20 лет, не знают почему. Это не Чува. Такое может как прийти, так уйти. И из таких людей выходили самые большие ненавистники всего еврейского. Чува истинная, то есть приход к еврейской жизни может только быть на основе поиска истины. Вот у вас света, который разгонит тьму. Только тот, кто прояснил, спросил, может быть, эти вопросы, прояснил. В принципе, сейчас мы его выясняем, все в рейском мировоззрении. Вот мы сейчас его проясним. Вот спрашиваем. Есть душа? Нет души. Откуда вы знаете, что есть душа? Очень хорошо спросите. Давайте вот это будем разбираться. Бог есть? Нету. Вот, давайте разбираться. Давай выяснять. Итак, мы спрашиваем теперь третье сомнение, которое дурное побуждение может пробудить у нас. Говорит так, Робейну Бахи. Когда дурное побуждение потеряет надежду поселять в тебе сомнения в бытии Творца, она попытается увлечь себя разного рода идеями о том, будто Всевышний управляет миром совместно с какими-то другими силами. И, согласно, например, учения о двух властях, или о Троице, и у последователя Еши, или о том, что природа – это божество, или наивным учением астрологов, то, может быть, разуму действительно легче осознать этот мир невероятно сложный, невероятно целесообразный во всех своих составляющих, как в частности, так и в общем. Ясно, очевидно, что это не могло быть, вдруг случайно появился. Случайно, и вот появился такой мир. Есть сила, которая управляет. Как его вы называете? Бог. Называете его Творец, так как-то больше успокаивает, Творец как-то больше успокаивает. Слово Бог уже, как аннотация у нас настолько, она отрицательная, связанная с прошлой жизнью, откуда мы пришли. Лучше говорит Творец. Хорошо. Значит, Творец существует. Придет, если уже нам так это ясно и понятно. И для многих людей это совершенно очевидно, ясно, что этот мир сотворен. Включая самых великих, гениальнейших людей, ученых. Практически не было величайших, все величайшие ученые были людьми с, скажем так, теоретическим мировоззрением. Они, да, не все понимали это как мы, но всем было ясно. Я не говорю про людей, которые жили в 17-м, 18-м, которые основали науку. Они были просто по-настоящему люди религиозными, христианами, верующими в этот мир, в сотворение этого мира. Я говорю, Альберт Айнштейн, он был человек, который ясно был очевиден, что мир сотворен. Посмотрите, что пишут остальные, Нельсборг, Реттенберг, все, кто великие ученые, которые почитают, мы, как величайших ученых, они имели это сознание, сознание не религиозное в нашем понимании, но в основании того, что мир сотворен. Что я царура, что дурному началу тут делать? Уже все ясно, очевидно. Он говорит, нет, хорошо. Есть, конечно, есть. Есть Бог, да. Но кто сказал, что он один? Может, там два, три. Может, там целый научно-исследовательский институт. Не знаю, там группа. В прошлом мы знаем, что там такие представления были, это не были люди глупыми. Они считали, есть такая сила, есть такая сила, такая сила. То есть придет, придет, придет человек, и вдруг порвутся у него сомнения. А вдруг те самые, которые говорят, что на самом деле Творец, он не един, а есть в мире всякие силы. И мы действительно видим больше не единство Творца. Для того, чтобы осознать единство Творца, человек действительно должен обладать определенными интеллектуальными способностями, чтобы собрать все детали вместе взятые и увидеть единство всего мира. Таким был Авраам Аввин, наш прорец Авраам, тот, который собрал мир в своем единстве и понял, что не может быть о том, что каждая из этих сил, она имеет самостоятельную какую-то силу. Вовсе нет. А так как мы видим, что они меняются, вот сейчас вроде как торжествуют силы дня, а потом силы ночи, силы плодородия, силы воды, силы... Как это? Они меняются, один побеждает, другой видоизменяется. Кто-то, значит, всем ими вместе как бы и, условно говоря, руководит. Постепенно-постепенно он пришел к осознанию того, что источником всех сил в мире должна быть одна сила. Но придется мнение и скажет, это вообще не так. И описывает это Авраамбам уже в своей книге «Шне Тора». Надеюсь, вы все это читали. Описывают, что начали еще ошибаться Мидор Энош, с поколения Эноша. Энош был всего лишь второе поколение после первого человека. Первый человек жил, Сап, который был. А они уже начали ошибаться. В чем они ошибались? Было ли у них сомнение в, как-то сказано, бытие Творца? Вовсе нет. Единственное, что они начали так, как они хотели, как бы, получить больше, чем им полагается. В принципе, как и мы. Каждому что-то не хватает. То они понимали духовную реальность таким образом, что есть некие силы, которые непосредственно, непосредственно от них исходит это благо. Поэтому они могли обратиться к одной силе, потом к другой силе, к третьему. Это как есть, скажем, глава правительства. Он один. Но у него есть много министров. Теперь под министром есть зам. И, может быть, их несколько. И так далее, такая, как бы, древо такое, которое... И там внизу, там даже просто вахтер. Иногда мы знаем, что проще, чем дойти до верху. Надо, как говорится, дать под стол вахтеру. И вообще смотришь то, что там годами... Вот прошло давка хорошо, быстро. Взятку дать. Ниже стоящему в иерархии силе. И вот это и есть идолопоклонство. Теперь, так как они вначале верили в то и другое, это называется щитов. Это называется о том, что есть творец. Но есть независимая сила и у определенных явлений в этом мире, которые как бы обладают самостоятельностью. С этого началось. Постепенно прошли поколения. А вера и понимание о том, что всем управляет единый творец, ушло. Так как основная практика, она была связана с угодой вот этих пкедим, этих нижлежащих, нижестоящих сотрудников духовного мира. Так возникает идолопоклонство. Постепенно-постепенно люди начинают обращаться к ним и только к ним. Это называется идолопоклонство. Ну, естественно, что в наше время, на первый взгляд, подобных понятий уже не существует, как идолопоклонство. Но надо знать, что идолопоклонство в своей максимальной форме, оно прямо так и находится. Мы прямо в нем живем, процветаем. Как оно называется? Называется атеизм. Теперь это не то самое идолопоклонство, о котором речь идет, а вода зарада, которая одно из... Это еще гораздо хуже, это вершина всего. Когда мы говорим о... Когда мы говорим о... А вода зара, вода зара – это идолопоклонство, то мы говорим о некой силе, к которой мы обращаемся как альтернативе Творца. Пришло время, когда сказали не только, что нет Творца, но и нету никаких сил. А что есть? Нету сил духовных. Но есть, вот видите, мы верим в... Мы верим в свои силы, которые освоят этот мир, которые подчинят нашей же воле, и мы те, которые посредством науки, технологий, мы полностью этот мир под свою дудку моего освятили. Это что может быть больше, чем этот подход, который далекий от истинного понимания, как мир устроен. То есть это полный отход от всего. Теперь. Рабейн-Нубах я жил в том мире, когда еще атеизма не было. То есть атеизм, как в теории, он существовал всегда. То есть возможность полностью отвергать Всевышнего. Он сам спрашивает, видите, вопрос, который спрашивает. Но как явление не существовало. А что, да, существовало? Идолопоклонство существовало. Что еще? Какое сомнение, он говорит, не только до блокнот, но блокнот, ладно, это очень примитивно уже формуло даже в его время. Но шитов, то, что называется совместно, партнерство, да, и то, и это. О, это уже, да, может быть. Например, в его время нет, но во времена мудрецов Талмуда было то, что называют Азаратустра. Или Азаратустра, я не знаю, правильно по-русски говорить. Это было учение о двух силах. Сила добра и сила зла, которые существуют в этом мире. Они сталкиваются в этом противоборстве. И вот результат противоборства сил добра и зла. Была одна возможность. Естественно, что результат войн привели к тому, что последователи Азаратустра не просто с уничтожением государственности, у которой эта религия была во главе, и исчезла Азаратустра. И сейчас до сегодняшнего дня есть много последователей. Ну, оно, так сказать, очень маленькое, тлеет где-то там в Иране и в разных местах еще есть по всему миру. Или, тут сказано, или о троице, у последователей есть. То, знаем, что есть в Азаратском представлении, есть понятие, не поклоняется троице. В скобках надо заметить очень важный для нас актуальный вопрос. Шитов, то, что называется совместность, вот такая вот, и того, и того. То есть они верят и Всевышнего, и вот есть еще кто-то. Это называется Шитов. Он запрещен или он разрешен по еврейскому закону? Согласно, это спор мудрецов. Надо знать, большой спор мудрецов. То, что касается самих евреев, нет спор. Это запрещено. И это определяется как Шитов. Шитов, то есть вот это вот партнерство, как вы сказали, оно для евреев, оно запрещено. Вопрос, он не для евреев. Является ли это запрещенным для бнейнох? Вообще просто для человека, который был последователем ноха. Вот тут есть спор мудрецов об этом. И Рабьё Севкару считает о том, что это не запрещено. В этом смысле христиане не являются идолопоклонниками. Наоборот, прошу прощения. Рабьё Севкару запрещают. А с его точки зрения они, да, считаются идолопоклонниками. А Ромо Шистрович, который жил в Польше, он считает, что это не запрещено, поэтому они не являются идолопоклонниками. То есть, сами по себе, можно ли их считать идолопоклонниками, согласно мнению Ромо, Ромо Шистрович, они не являются идолопоклонниками. Спор мудрецов. Но снова, чтобы никто не перепутал ничего из моих слов, для евреев это нет, в этом никакого спора. Вера в Троицу, она читается щитов. Щитов – это партнёрство, не знаю, не, 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 совместное, как бы, вера в какой-то совместной силы. Запрещена. Ещё одно, он говорит, или о том, что природа – это божество. Есть ещё одно воззрение, которое, так сказать, оно было развито в Варуха Шпинозе, в основном, позже, даже когда, Варух Шпинозов жил позже, на несколько столетий. Видел, он жил на несколько столетий, даже больше, чем, намного, чем то, что он написал. Видите, эти уже идеи были гораздо до него, он там считается, что он это изобрёл, а эти уже идеи существовали до того, о том, что на самом деле кто есть Бог? А Бог – это природа. Ну, мы-то знаем о том, что наш пчёный мир, особенно русскоязычный, очень любит восхищаться матушкой природы. То есть, каким образом могло бы произошло? Говорит, ну вот матушка природа, вот она постаралась, вот загнула, вот, смотри, как накрутила, как ей, смотри, эти сложные конструкции. Или наивным учением астрологов. И астрология тоже, видите, как он называет наивным учением. В чём она ивна, что значит астрология? Астрология – отдельная тема, вообще, она была посвятить теме, это очень интересная тема, только в одном слове. Астрология, суть её в том, что человеком полностью руководит Мазаль. Мазаль – созвездие, и Мазаль – это судьба. Всё, детерминировано, жизнь детерминирована. И теперь. Это не пустые звуки, то есть, так как мы находим и в еврейских источниках, тот факт, что Тара относится к этому, говорит об этом, значит, в этом что-то есть. Не о том, что сам Авраам Аввину, который был большим знатоком в астрологии, и сам Творец ему указал на то, что он может быть вне этой предопределённости, говорит о том, что, по-видимому, действительно что-то за этим кроет. Единственное, надо знать, что современные знания – это в основном большая профанация, в которой мало что содержится истинного, а те знания, которые были в прошлом, которые были действительно основаны на духовном, внутреннем понимании этого мира, оно утеряно. Утеряно. Нету его. То есть, это не пустые звуки. Но, тем не менее, явно о том, что строить осознание, каким образом мир существует, как всё это происходит, и всё это подчинить только астрологией, он называет это наивным учением. Наивным учением. Мы, в принципе, уже прошлись по всему этому, чтобы объяснить и вторую сторону, насколько эти вещи, они не совсем уместны. Но когда станет ясно тебе, что Творец Блословенный единственный, предшествующий всем, как говорилось об этом в начале нашей книги, то идут у тебя все эти сомнения. И хочется повторяться все выкладки, которые у нас были. В принципе, вот эта тема – единство Творца, что Творец – он един. А единство Творца моментально исключает всё, что тут есть. Не может быть два, три. Не может быть он и ещё кто-то. Может быть Творец, у которого есть как-то под ним его силы, которые как бы приводят его волю в исполнение. Но в мире может быть только один-единственный источник. Один-единственный источник. В одном предложении. Кто помнит рассуждение о том, что в конечном итоге первопричина этого мира, она обязана быть проста. Слово простое требует, конечно, объяснения. Простота имеется в виду… Простоты в том смысле, о котором мы говорим, не существует в нашем мире вообще. Поэтому эту реальность невозможно представить, и очень тяжело говорить о ней. Простота там, где не существует причина следственных связей. Нет причины следствия. Нет частного и общего. Нет что-то, что разбивается. Нет гранита. Ничего нет. Всё находится в своём простом состоянии. Находится в простом состоянии. На что это подобно? Если просто хочет кого-то понять. Подобно о том, что, так сказать, у нас есть понятие, называется желание. У человека есть некое пробудилось, некое желание. А, мне нужно место, где жить. Это простое состояние, в котором уже находится идея дома, которая может распасться на план такого дома, а потом на его конкретное осуществление. Каким образом можно это построить? на технологию строительства. То есть, само желание жить в доме, а не на улице, где холодно или жарко, это уже, в принципе, содержит дом со всеми своими деталями, но в каком? В простом состоянии. Поэтому мир, который мы видим, следствие. А причина, первопричина всего этого, она неизбежна, если мы идём от следствия к причине, то есть, идём с конца на начало. Обязательно придём к первопричине. Простой, абсолютно простой, в которой ему нет никакой сложности и нет комплексности. Значит, и первопричина, она обязана быть. Вот это абсолютно простой. Точно так же, как она проста, точно так же она и совершенна, то есть, она совершенна всеми совершенствами, потому что из неё и зашёл весь мир. Простота по определению не может быть, что там есть два. Если есть два, значит, это уже непросто. Мы сказали, что в простоте нет множественности, нет комплексности, нет причин и нет следствия. Поэтому если мы говорим, что не выдумываем вами первопричина, не выдумываем вами Бог, а тот, который действительно есть, то если мы его определяем как реальность простую, в которой нет множественности, то если мы допускаем, что речь идёт о двух богах, значит, они уже непросты, что противоречит его определению, чего и быть не может. Отсюда неизбежно, что Творец, он один, единственный. И рассуждение, это не единственное рассуждение, которое приходит, посмотрите, Рамбам приводит, другие рассуждения Рабейну Бахиев, у него были, если кто помнит, другие рассуждения. Мы берём это рассуждение, которое основывается на работах Рамхали. Книга Дараха Шем, которую изучали тоже в прошлом. Итак, вот вам новое сомнение, третье сомнение, которое порождает нам дурное начало. А, если есть Бог, ну так давайте спросим, породим сомнения в сердце, а может быть их не один, как вы говорите, а может два, три, единственное, знаю много. Дальше. Когда дурное побуждение потеряет надежду, посеяв тебе так же эти сомнения, ну, то, хорошо, пусть им будет один, не удалось, не страшно. Оно попытается пошатнуть в тебе сознание твоей обязанности служить Творцу, уверяет, что всякий. Кто обязан служить кому-то другому, должен делать это только тогда, когда тот нуждается в его службе, а Творец Блословенный не нуждается в творениях и плодах трудов в их рук. И нет никакого смысла в твоем служении. Ай, за Йоффи. Почему Йоффи? Почему так это? Потому что, надо знать, ложь всегда строится на истине. Все, все вот эти знаменитые ораторы, которые захватили массы своими речами, в чем проявлялось их ораторское искусство? Они знали точно, как ложь облечь какие-то формулировки, в которых есть доля истины. Если нету в лжи той доли истины, она не может существовать. Помните, слово ЭМЕТ, истина, да, она на двух ногах стоит. Три буквы ЭМЕТ, каждый из них имеет две буквы. Слово ШЕКЕР, 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 три буквы, каждый из них есть на одной ноге. Она не стоит, теперь, как оно вообще может быть, ШЕКЕР может просуществовать? Вообще, как он может просуществовать? Только по одной причине, что у него есть какая-то точка, на которой он все-таки стоит. Маленькая точка, какая-то маленькая доля истины, которая есть. Поэтому всегда все демагоги точно знали, как взять за что-то маленькое истинное, всегда указывать на нее, и тут же вокруг этого добавить уже всю ту ложь, которую они хотели себе уже пропагандировать. Так и тут. Смотрите, какая-то очень интересная, они правильно говорят. Кому нужно, ну скажите, действительно, кому нужно, чтобы ему молились, чтобы выполняли ему тому, кому действительно это не хватает? мы видим, есть раб и есть его хозяин. Раб служит хозяину. Почему он хозяину? Почему же хозяину не хватает, раба? Потому что мне нужно кто-то, чтобы мне подал, мне нужно убрал, то сделал, это сделал. Поэтому существует подобная связь. теперь они спрашивают хороший вопрос, творец, вы же сами говорите, все сильные, простые, вообще, совершенные, абсолют полные, ему что, он по определению, по определению, может, ничего не хватает. Ему, по-русски, нет, ему все хватает, то есть нет реальности недостатка у него. Вот мы вас и словили. Меня лично неоднократно спрашивали, наш брат, брат, что, по крайней мере, додумались до вопроса, это тоже хорошо, спросить правильный вопрос тоже не так просто. Кому нужна наша молитва? Что, Богу нужна наша молитва? А? А? О, это все, вы хорошо, вы отвечаете очень хорошо. Ему нужна наша молитва? Ему что, что-то не хватает? Наоборот, полная самодостаточность. Ему нужно, ему нужно. Не, мы сейчас говорим, если ему нужно, ведь они хотят построить тезу, какая, на чем она говорит? Они, они, а всевышний, ему что-то не хватает, ему все хватает. Если ему все хватает, он такой великий, такой одоленный, все это ложь. Не надо ничего, никакого служения, никаких вообще, он сотворил мир, как вот древний Аристотель еще сказал. Он сотворил мир, запустил его, и он, значит, как вот заведенная игрушка, в этом существует. В чем тут? Он оставил мир просто так, на нас, существование. сотворен, существует, не нуждается в своих творениях и плодах трудов в их руки, нет никакого смысла в твоем служении. Ну, помните, у нас там есть четыре сына, которые спрашивают вопросы. Есть такой сын, названный, негодник, Бен Араша, что он спрашивает? Вот он спрашивает этот вопрос, что вам за это работало, кому нужна она? Что вы так трудитесь, что вы так пытаетесь со своими там жертвоприношениями, надо вот соблюдать такое Меменхак, такую традицию, такую традицию? Для чего всем это нужно? То, что он спрашивает. Надеюсь, что каждый из вас ответы знает. Действительно, Творцу не нужно ничего. Действительно, не нужно. Но только, давайте только ответим очень коротко, на суть постановки вопроса, на само сомнение, а потом из него уже остальные ответы выйдут. Одна из свойств человека это понимать все по себе, по себе. Мы в быту это знаем, о том, что каждый судит, как по-русски какие-то пословицы такие. Коля по-сель, баму-мо по-сель, а есть по-русски как называют. Каждый судит по мере своей испорченности. Типа этого. То есть, если он сам, это очень-очень-очень точно. Человек, который, например, политик, он все понимает, все в мире в политике. Среди, был алкоголиста. У меня был интересный опыт несколько дней в компании этого алкоголика. Он был фронтовиком. Ничего в те, было и времена. Фронтовик. И у него вся война это было только события, связанные то ли выпили, то ли недовыпили, то ли просто ездили купить бутылку. То есть, взять бутылку, то повыпить ним. То есть, вся война была. И он, говорит, и он получил награды все его, это о том, что у них не хватало, что выпить. Сели в танк, поехали, значит, в село, там немцы перепугались, отступили, линия фронта изменилась, им дали награду. Они взяли там самогон, вернулись назад. В общем, интересно, все идет через, человек пропускает через себя. Точно так же человек пропускает, это мы люди простые, маленькие, тут внизу. Но и люди думающие, они тоже, они не по-большому. Они понимают только то, что они могут понять в рамках ограниченности человеческой. То есть, если человек может устать, значит, прикидываем, что, значит, Бог тоже может устать. Если мы сердимся, видите, даже в Торе написано, что он сердится. Поэтому мы можем, согласно нашему пониманию, нашего эгоцентричного понимания, то есть, нашей неспособности выйти из нашего эго, да, и посмотреть на мир со стороны без связи с моим опытом жизни и моим абстрактно, назовем это более объективно, а не субъективно. Простая задача. Человек может ошибаться, видеть все изнутри, через свои очки все это видеть, через очки своего я. и что он там увидит, и он скажет о том, что смотрите, есть люди, которые могут сделать что-то бессмысленное, ну, значит, и Творец может такое сделать. Что это значит? Вот, например, Творец отворил мир и оставил его на произвол. И вообще не интересуется им. А для чего он его сотворил? Что за вопрос? Давайте его не будем спрашивать. Не, все-таки для чего же он сотворил? Изначально? А просто так? Так вот, ну, вот это просто так. Мы тогда спросим, секундочку. На самом деле, по большому счету, полуумных людей хватает в мире. Но все-таки людьми, миром в основном управляют люди рациональные, люди думающие, люди... Вы где-то видели, скажите, какой-то, я знаю, там, производственный процесс. И в конце на конвейер выходит какой-то, я знаю, какой-то прибор, какое-то что-то. И спрашивают, вот, показывают на завод, на весь этот процесс. Говорят, что тут вы производите? Он говорит, да, это просто так. Это не... Это просто так идет. Ну, какой-то цели? Он говорит, это без цели. Может такого быть производить без цели? Или, спросим теперь на более высоком уровне, есть ли такая возможность творить бесцельно? Это внутри противоречивое предложение. Духи без запаха. Одно противоречивое. Нет такого творения бесцельного. Творение по определению это для определенной цели. То есть неизбежно творец сотворил этот мир для определенной цели. Нет возможности сказать наоборот. Нет возможности, чтобы это было бессмысленное творение. А если это та, то тот, кто сотворил для определенной цели, для чего же он его сотворил? Чтобы он, чтобы это творение достигло эту цель. иначе это творение изначально не было сотворено. Другими словами, предположение, что будет некая творческая сила, которая сотворит нечто и вообще не будет этим интересоваться, это только в человеческом воображении. Это только в человеческом понимании. Почему? Потому что человек на самом деле видит, что такое возможно у людей. Например, художник может нарисовать новую картину того, что не существовало в мире до этого. Он вложится в него, он творец. Он сотворил что-то новое. Картины такой не было в мире до этого. Но потом видим по какой-то причине полоумие, усталости, не знаю, какого-то, депрессии или не знаю чего, он уже этой картиной больше не интересуется. Он и картина это две разные реальности. Поэтому наблюдая это, человек попротив выводу снова, по подобию в себе, по эгоцентризму мышления, по субъективности человеческого мышления, пришел к выводу о том, что точно так же и творец. Он сотворил мир и оставил его на произвол. Такого быть не может. У творца это по принципиально не может быть. Творение, оно всегда для определенной цели. Более того, до тех пор, пока творение не придет к осуществлению реализации этой цели, а творец будет толкать весь процесс этого мира в сторону его осуществления. То есть, процесс будет происходить до тех пор, пока цель творения не будет осуществлена. Точно так же, как производственный процесс, который, я знаю, там, собирает автомобили, он не прекращается до тех пор, пока из этого предприятия не выкатит автомобиль, готовый к употреблению. Все там уже будет готово. Это все не останавливается. Так и тут творец, он следит, он участвует. Нет такого, что как есть художник и есть картина не связанная с ним. Творец и творение одно единое целое. Без того, чтобы творец не поддерживал это творение, каждую долю времени этого творения не существовало, оно само по себе не существует. По этой причине подобные рассуждения они неуместны, как мы сказали, чуть-чуть света, они разгоняют много тьмы. А из этого что исходит? Сразу добавим, из этого исходит и то, что вы уже сами почувствовали, что творец абсолютная реальность и всего хватает. Нет желания порожденного недостатком. Есть воля, назовите это. Я называю это воля, может быть, неправильно употребляю слово по-русски. Но и желание это в человеческом понимании что-то, что исходит из мне не хватает, это порождает желание. Желание творца, оно не порождено недостатком. А силой, которая в нашем понимании у нас нету такой силы вот этой абсолютной формы, называется альтруизм, полное желание воздать добром о сущности сущности своей. Это есть двигательная сила творца. Нам сложно это понять, но это существует, это основная двигательная сила мира, это альтруизм, желание воздать добро в своей полной форме. Так вот, творцу ничего не нужно. Ничего не нужно. Полный достаток всего. Чего же он хочет? Он хочет добра нам. Поэтому он говорит послужить. Служение, молитва, учеба мне? Это для вас. Ну, что говорит родитель, особенно наш брат, своим детям, своими, я знаю, 8-9-10-летнему сынишке, доченьке? Сын, сиди, дочь, сиди, учись учением. Ну, свет, не учение, тьма, А ребенку ему играться хочется, носиться туда, что-то кувыркаться, стоять на голове. Учиться не ему хочется. Так что, это папе не хватает? Папе не хватает? Маме не хватает? Это вам и папа что хотят? Они тебя заставляют учиться. Почему? Потому что, как взрослые люди, они понимают о том, что это знание этих тебе будет не хватать. Поэтому тебя мы заставляем учиться. Так и точно так же творец как бы обращается к нам и говорит, послушайте, конечная цель, что вы стали люди исправленными, это позволит вам быть приближенными мне, чтобы достичь конечной цели творения. как можно достичь этого исправления? Ну, смотрите, для вашей же пользы молитесь. А, человек, который молится, это другой человек, совершенно другой человек, кто молится по-настоящему, совершенно другое состояние. Но не буду входить в эту тему. Другое состояние. То же самое исполняющий митцво, то же самое человек, который изучает Тору, который очищает душу человека. Это все для вас, это вы мне служите, вы для себя, помогаете себе построить свою личность, которая может добиться цели своего сотворения в этом мире. Надеюсь, эта тема исчерпана. Итак, чуть-чуть света, надеюсь, отогнало много тьмы, которая Яцарарана нас нагоняет. Тебе? Ну, вы думаете, на этом он успокоился? Вовсе нет. Когда дурное пробуждение потеряет надежду совратить тебя приведенными высшими измышлениями, оно будет пытаться заранить тебе сомнение в пророчестве и в пророках, в Торе, в истинности ее и в нашей обязанности исполнять ее. Приходит совершенно другое, совершенно с другой, заход с другой стороны. То хорошо. Мы уже, говорит, Бог точно, да, Бог есть. А может быть, их много? Один. То хорошо, пусть будет один. Не, ну, смотрите, он там, а мы тут, он такой большой, а мы такие маленькие, он нам и не интересуется, значит, точно не нужно ничего исполнять, ему служить, ему что-то не хватает. Ему же, вы сами говорите, все хватает. Если ему все хватает, то нам ничего не нужно ему угождать. Выдумки ваши. Ну, выяснилось, что это не так, что это на самом деле не ему, а это нам. То успокоился. Полежал пару минут, говорит, секундочку, а вообще, кто вам сказал? Хорошо, есть Бог, вам все, надо, да, надо, 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 но кто сказал, что это все, он сам сказал? Может быть, все тоже написано в Тории. Смотрите, есть много умных людей в мире. Вот один из них был, Моше, назвали, Моисей, Моисей. Вот был еврей, соображающий. Он просто придумал. И своего сердца. Вообще был такой очень человек любознательный, мудрец, в естественных науках, естественно, разбирался по тем временам. Разбирался. По-моему, уже говорил вам, слышал интересное объяснение о том, как вообще Моше Робейну он устроил показуху, то есть устроил фокус-покус десяти казней в Египте. Все, это же ясно, очевидно, что это не от Бога. Причем тут Бог. Был такой человек, Моисей, он знал, что где-то там, в горах Келаманджара, где начинается, вот где-то там, на горах в Средней Африке начинается Нил, там есть какие-то водоросли красные. И раз в году они, значит, спускаются вниз и заполняют всю долину у Нила. Окрашивая ее в красный цвет. И он знал, когда это происходит, поэтому он сказал, вот смотрите, сейчас придет на вас казнь, пах, сейчас будет все красное. Смотрят, ну, естественно, все глупые были. И весь Нил красный оказался. Вот это чудо. И вот, видите, вот чудо, видите, когда превратился в кровь. Теперь, так как он разбирался хорошо в ботанике, в, я знаю, в зоологии и так далее, он понимал, во всех науках, что произойдет, если живущие в Ниле лягушки оказались в тиснении, оказались вот эти водоросли, заняли место там. А куда же лягушки подеваться? Там все вплотную, впритык, иди, знай, может, какие-то еще для них, они были ядовиты. Пришлось всем лягушкам выбираться на сушу. Ну, вот вам, а он заранее это знал, поэтому сказал, вот, сейчас будет, сейчас казнь, казнь лягушек, или как они называют, джаб, или же лягушек, да, и точно, точно они стали вылезать из Нила. Теперь, что произойдет с этими лягушками, если они не живут в воде, а только на суше? Помрут. А если помрут, то что начнутся? Мошки всякие заведутся. Ну, вот он, Макетсур, он стал, можно объяснить все это естественным путем, никаких чудес не было, вообще все это придумал, Машир Рабин, все придумал, и пророчества тоже никаких нет. Кто вам сказал, что это пророчество? Люди просто написали выдумки. Как бы есть всякие разные эпосы народов мира, как сейчас говорят. Фольклор, фольклор. У нас тоже есть, это наш еврейский фольклор. Единственное, что странно почему-то, если какие-то останки людей, которые по этому фольклору живут, то есть полностью присущаясь своему. Но так или иначе, я-царара может прийти и зарыть нас сомнения, вот в истинности Торы, в истинности пророчества. Имеется в виду не столько Торы, а столько того, что пророческий дар, то есть что имеется в виду, что это от самого Бога, они могут подвергнуть сомнению. Что говорить? По-видимому, я надеюсь, вы тоже нераднократно слышали такие вопросы. А кто сказал, что это от Бога? Ну, может быть, да, было какое-то явление, да, какое-то, и вот что-то произошло, Синайское откровение, и вот какая-то сила была, дала что-то, что-то дала. А по дороге, знаете, как у людей бывает, испорченный телефон, добавили, добавили, добавили. Вот видите, и мы часто сидим, страдаем. Видите, сколько? Каждый там пришел, что-то добавил, 613 получилось. А раньше, не знаю, может, меньше было. Это тема для отдельных занятий, для отдельных... Смотрите, столько материалов есть. Есть книга, называется «Путешествие на горе Синай» Раф Мурдхови Нойгершель, переведен на русский язык. Кто хочет, почитайте, более подробно там описано, подробно описано, более-бед. Есть много лекций, есть много занятий. Явно тут мы все это не... Тут, может быть, только упомянем. Что же может быть для нас, свидетельством, о том, что Тура дана с небес. Откуда мы знаем? Действительно, люди знают. А вдруг это, что называется, ну, постарались люди. у нас осталось пять минут. Это тема на пять часов. Минимум. Интересно, на семинары, которые говорят на эту тему, есть у них лекция, посвящена этому, называется лапиды, это факел, это факел, который несут, как это, передавая рука, эстафета, факел. Это восьмичасовое занятие. Ее раньше давали, люди были более интеллектуально, интеллектуально подготовлены, сейчас уже дают это за два часа, а раньше за четыре часа давали, а раньше за восемь часов. с материалами, с выкладками, с множеством примеров со всей Торы. Я вам приведу только самое очевидное, самое, ну, то, что под носом. На мой взгляд, более, на более, на более, на более яркое, которое, так сказать, невозможно уже, это уже, ну, посмотрите. Давайте откроем Тор и просто соотнесемся к событиям, которые там происходят, без частных деталей, из которых, кстати говоря, кто-то хочет понять хорошо, всегда находи в частные детали, а просто общее даже содержание. В Торе находится пророчество, которое никакой человеческий разум заранее не может предугадать, предвидеть. То есть, где тут проверка? Что такое пророчество? Пророчество – это предвидение неких событий или процессов, связанных с человеческим развитием, человеческого общества или еще каких-то событий определенных, которые заранее, невозможно предвидеть, и они происходят. То есть, по происшествию времени выясняется, что оказывается, что это верно. То, хорошо. Я не буду касаться всех тех законов, связанных с законами о пророках, которые Рамбам описывает, насколько это строгие законы, на такой степени, что если пророков, ведь пророков как проверяли? Откуда знали, что они пророки? Они пророчествовали, скажем, о том, что произойдет через два тысячелетия или через конце дней. Я не знаю, когда эти дни наступят. Откуда знаешь? Я могу пророчествовать тоже? Вы тоже можете. Каждый из нас тут сидит пророков. Вообще, у евреев вообще больше пророков, чем народонаселение. Их проверяли на месте. Если пророк не доказывал, что он обладает духом пророчества, его таким не считали. Он должен был в поколении своем, он должен был предвидеть событие, которое точно произойдет ни минуту раньше, ни минуту позже. Точно как оно происходит. Если нет, он же пророк, его полагалось побивать. Это опасное занятие было. А если не людьми, если не имбедином, то с небес какая-то там, придет какой-то лев, его загрызет. Что же может являться для нас свидетельством таким? Очень просто. Давайте посмотрим на просто описание Тор, которое, согласно всех мнения, даже самых таких, знаете, заядлых атеистов, все уж точно считают, что это сочинение человеческое написано в районе 2400 лет назад. То есть, тут уже они соглашаются, что это явно древний источник. Там описывается интересное развитие всего человечества, начиная с Ноаха, то есть Ноя по-русски, его сыновей, Шема, Ефита и Хама, и развитие всего, и от них изошло все человечество. Естественно, что нам не описывается генеалогия, хотя и она тоже подоплека всему этому. Не чистая расовая теория, а духовная теория. И это, согласно этой духовной теории, которая описана еще давным-давным-давным-давным-давно, как мы сказали, выясняется о том, что Шем, он удостоился благословений своего отца Ноя, то есть благословение сходит от самого, он как бы через него проходят благословения самого Творца. Шем, или по-русски Сим, а от них, от него, которые зашли все семитские народы, они удостоятся духовности в этом мире. Так было написано еще тогда. Сын Ефет, он удостоится не сути, не содержания, а формы. Красоты этого мира. Красота связана с формой. А хам, грешник, который там сделал то, что он сделал своему папе или там к нам своему дедушке, был наказан. Видите, хам прям так и звучит, хам такой, знаете, темпераментный, горячий, горячий, и вот проклятый. Рабом будет всегда своим братьям. Теперь посмотрите, что оказалось на протяжении после многих тысячелетий, все больше и больше прояснилось и стало ясно. Шем, то есть Сим, от семитских народов исходит вся духовность мира. Обратите внимание, что влияние основное на этот мир, оно исходит от последователей, то есть от Шема исходит через десять поколений, там было, вот через девять поколений, был, жил Авраам, прародитель всего, всех, всего монотеизма. От него исходит иудаизм, христианство и ислам. как мы видим, это уже покрывает большинство народа населения, то есть они определяют духовную суть, о чем люди думают, этику и все, что с этим связано. В Торе написано о том, что у Авраама были сыновья от наложницы, которых он отослал на восток. И описывают комментаторы, намекая на Арецгоду, на Индию. Туда он все эти силы тумы, нечистоты туда отослал. Поэтому мы видим, до следующего дня там эти силы существуют. В такой своей сильной форме. И оттуда и зашли ростки всего, что впоследствии воспринял и буддизм, и это повлияло и на на китайскую религию. То есть, что мы видим? Мы видим, что в конечном итоге влияние семитов оказалось доминантным на весь мир. Более того, в Торе описываются вещи совершенно непонятные. Подробнейшим образом, то есть, Тора, которая экономит каждое слово и изучаем иногда законные, строгие законные запретов из какого-то намеков в каком-то слове или даже букве, вдруг она начинает подробно рассказывать у нас про два персонажа, которые, на самом деле, казалось бы, не должны являться быть центральными в нашей жизни. Один из них это Ишмаэль, а второй из них это Исаф. Почему это так много вам посвящено? И так много описывается, и так много. И это все было еще до того, до того, до того. А что мы знаем? Мы знаем, и снова до того было написано, что от выйдет одно направление, мы не будем это целым, не с верением, одно направление отхода от альтернативы еврейского. И на этом основе все христианство оно находится. От Ишмаэля, в котором точно сразу описано, образ точный всего ислама, кто хочет поднять, что есть ислам и что есть христианство, надо изучать, соответственно, кто был Ишмаэль, как описывается в Торе, как описывается в Торе и Са. поймете и то, и другое. И вот мы видим, что не входя во все эти детали, а что это осуществилось, и мы видим, как это через много тысячелетий, как это осуществилось в реальной жизни. Это есть то самое пророчество, которое невозможно закрыть глаза. Невозможно. Мы видим, что эта история предугадана. Есть такая часть современного истории, называется истероософия. То есть попытка человека понять, есть ли какие-то законы, которые двигают историю. Столько этих исследователей, столько есть воззрений, какие силы этим двигают. Но эти силы у нас описаны четко и ясно, кто захочет понять, как история, она с чего началась, в какую сторону идет, чем должна закончиться. Откройте Тору, там все это найдет. Нет большего пророчества, которое доказывает божественное происхождение Торы, чем это. можно не только это. Откройте Тору, мы как раз находимся в этой главе, глава дворим, где просто описывается пророческое описание. Совершенно непонятных во время расцвета речь идет, приписывают, что это было написано во времена конца первого храма, когда описывается о том, что еврейский народ будет изгнан. То есть уже в момент, когда получили Тору, уже описывает от имени Маши Рабейну о том, что еврейский народ будет изгнан из того места, которое он придет к нему. Он ведет то, он дает ему, вы войдете в это место, и оно будет прекрасное, хорошее, халавудваши, но вы будете изгнаны оттуда. Там же сказано, что вы в этом изгнании будете рассеяны по всему миру. Там же сказано, что вы будете ассимилироваться. И скажется там, что вы будете народ малочисленный, и вы будете рассеяны, и вам не дадут жить спокойно нигде. Нигде. Ну, прочитайте. Вот мы сейчас в Эдханан, Китецеп, все, все, все прокляпы про это. Это написано черным по белому. Будет существовать нерациональная ненависть к евреям, антисемитизм. И вас будет навинит, вы не поймете за что. Тут за то, что вы богаты, тут за то, что вы бедны, то, что вы участвуете в жизни в стране, то, что вы не участвуете в жизни в стране. Не важно, не важно, какая причина, какую позицию вы евреи занимали, они всегда были виноваты. Совершенно нерациональная ненависть, которая есть. И что дальше написано? Несмотря на все, что произойдет с вами, что сказано, вы никогда не исчезнете. Мы настолько раз много это повторяли, вы слышали это в разных коннотациях, что это, кажется, уже, ну, уже привыкли к этому. А ведь тот факт, что еврейский народ после рассеяния, после всего не исчез. Посмотрите на все остальные народы, это все, это исторические экспонаты, как это хорошо написано. А еврейский народ, да, продолжает существовать, несмотря на все. Более того, нет такого в истории нигде приблизительно, чтобы вернулся народ вместо своего географического проживания через две тысячи лет, если такого приблизительно нет. народ, который восстановил свой язык, святой книг, на которой написано, вы поднимите вокруг себя, какие-то, какие-то заголовки на, 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 забегаловки, написано на том же языке. Где вы это встречали? Такого нигде нет. Чудо-чудес, прямо перед глазами. Нужно еще больше примеров осуществления, осуществления пророчества. Оно второе написано. Да, еврейский народ сохранит связь с Богом, да, Бог будет их хранить, и несмотря на все прегрешения, которые они сделали, несмотря на преследование, несмотря на все, все это оставится. Бакетсур, эта тема, она огромная, мы только коснулись ее намеком, я знаю, это она снова уже описана во многих книгах, есть много лекций, не будем входить в нее, жалко времени, только снова чуть-чуть света, надеюсь, изгоняет много тьма, лжи, поэтому эти несколько слов помогут нам избавиться и от этого вопроса. Да, Тора, она всецельна из уст самого Творца. Избавились от этого сомнения, продолжим в следующий раз следующее сомнение, а потому что, как мы сказали, дурное побуждение нас не оставляет, оно то проиграло тут, то она найдет сейчас другой подход. На этом остановимся, всего доброго, привет за Руссулема. Субтитры создавал DimaTorzok